Апрель По четверть финала чемпионата России стали географические соседи из Уфы. Очередная глава противостояния татаро-башкирского дерби, в котором уфимцы не выигрывают уже 24 матча подряд с 2007 года. Выполнив главную задачу на сезон – попадание в плей-офф. Команда Константина Сиденко приехала в Татарстан без Игоря Филиппова и какого-либо давления за результат. Филиппов приболел, и у меня был выбор или Денис Черезкин, или Родионов. Но Родионов хорошо на тренировку смотрелся, Санкер. Но в игре чуть-чуть потерялся. Денис вышел, молодец, хорошо. А вот зенитовцы, что скрывать, уже держат в уме предстоящую полуфинальную серию Лиги чемпионов против итальянской Перуджи во главе с Вильфредо Леон. Первый матч состоится уже на следующей неделе в Италии 3 апреля. А вот на игру 10 апреля, которая начнется в 19.00 по московскому времени, мы очень ждем вас в центре волейбола Санкт-Петербург. Билеты со скидкой в 25% вы еще можете купить онлайн на сайте клуба. Но Перуджи будет на следующей неделе. Сегодня Урал и правильные выводы после матча с Гданьском, что играть надо здесь и сейчас. Казанцы в сильнейшем составе. Мгапет Андерсон, Будько Михайлов, Вольвич Самойленко и Алексей Вербов на позиции Ливер. Задают вопрос, почему там второй состав не подпустил. Была действительно возможность. Этот состав сделал небольшой перерыв. Второй играл, две игры играл. И перед Италией мне нужно было. Полностью сыграли матч. Зенитовцы сразу же продемонстрировали свою концентрацию в начале встречи. Мгапет забил парочку сумасшедших мячей. А Алексей Самойленко сыграл практически безошибочно, набрав 9 очков за матч. 25-16 в первом сете. Разобрали и сыграли хорошо. Самое главное, настроить с такими. Тактика имела второе значение. Можно, если недооцениться, команда, которая наросла воня, больше головной боли. Заслуга, наверное, команды «Зенит», которая супер мотивирована готовиться к Перудже. Попали, так сказать, под раздачу. Высло сыграло на максимум, на 100%. На самом деле я тоже ждал, ждал большего от нашей команды. Я не могу объяснить, почему так много ошибок своих на подаче, в атаке. Так нельзя играть в флей-офф. Намного больше желания, ответственности. Тем более никто не давил на нас. Недовольный игрой своих подопечных, Константин Сиденко поменял пол состава перед второй партией, выпустив Ерещенко, Рыбакова и Черейского. Не помогло. Уфимцы в итоге показали всего лишь 30% в атаке, допустив за матч аж 30 ошибок в трех партиях. 25-20 во второй партии. Справились приемом, выбили над собой, а на организованном блоке нападать тяжело. Поэтому вот такие проценты. Уфа сегодня, наверное, не показал этого волейбола, который он показывал в последних матчах, за счет чего они попали в флей-офф. Получилось все довольно спокойно, без лишних нервов, можно так сказать. В третьем сете гости и вовсе забили лишь четверть мячей. Казанцы же сыграли пусть не идеально, но сконцентрированно. По 7 очков набрали Михайлов и Андерсон, а самым результативным игроком матча стал Эрвин Гапет с 16 очками. 25-19 и 3-0 в матч. В общем, за результат творить не стоило. Сделали все, всю работу выполнили. Молодцы, движемся вперед. Мастерство «Зенита» не позволило играть настолько раскованно-раславлено, чтобы показать игру. «Зенит» сыграл очень хорошо. Они минимум своих ошибок совершили в защите, и вот из-за этого разрыв получался. На разрыве они уже себя чувствовали более комфортно и рискованно стали играть. Без эмоций такую команду очень тяжело обыгрывать. Каждый должен быть заведенным, друг друга подбадривать. И тогда только при этом и при настрое, и при грамотном, и при технической, и тактической грамотности можно побеждать. Я не знаю, люди играют по многу лет в волейболе, уже все они маленькие. И выходить в плей-офф, и бояться каких-то команд, но зачем тогда было выходить. «Зенитовцы» повели в четвертьфинальной серии до двух побед 1-0. Продлили победную серию в матчах против «Урала» до 25 игр. И теперь, после дня отдыха, будут целенаправленно готовиться к матчам с итальянской «Перуджи». В этом спортивном сезоне в Казани, поверьте, матчей круче, чем играть 10 апреля, уже точно не будет. Билеты в продаже на официальном сайте клуба. А уже 1 апреля команда отправится в Италию, где 3-го числа состоится первая игра. Прямую трансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале «Матч. Игра» и интернет-порталах tvstar.ru и Laola.tv в 22 часа 30 минут по московскому времени. Но только на ЗТВ вас ждут эксклюзивные новости из стана команд, кадры с тренировок и встречи Леона с экс-партнерами. Скрестим пальцы и вперед! Субтитры сделал DimaTorzok